Если вы хотите узнать, как Барвиха обгоняет Блэк Раша по онлайну, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Барвиха Ролеплей. Это еще один проект в КРМП от, так сказать, знаменитых уже в Сампе, даже в мобильном Сампе, серверов. Допустим, вот Барвиха Ролеплей это сервер от Сантропе РП, насколько я понимаю. А вот Блэк Раша, о котором я сегодня тоже пойдет речь, он проект непонятно кого. Если честно, вроде как я слышал, что кто-то владеет Блэк Рашей из вот этих вот самых андроидовских Самп серверов, но вот какую-то такую, знаете, подлинную информацию, которую я бы мог проверить, и сказать, что да, действительно, Блэк Раша это там проект какого-нибудь Флинн Мобайла, или там Блэк Раша, это проект какого-нибудь там, я не знаю, Мордор Ролеплей, да, то есть или там Инферно Ролеплей. Ну вот такого я сказать с полной уверенностью не могу, потому что просто, ну вот, не видел каких-то особых доказательств. Однако, если вы все это знаете, и у вас есть какие-то там, я не знаю, пруфы и все прочее, то можете написать обо всем этом в комментариях. Я обязательно это все посмотрю, проверю и чекну. Не так давно Барвиха Ролеплей открыла свой новый сервер, тем самым заняв третье или там четвертое место в онлайне всех мобильных проектов, то есть это включая и КРМП проекты, и GTA Самп проекты, чтобы вы, ну так, более-менее имели какое-то представление насчет всего этого. И тут вот уже нужно начинать немного бояться Блэк Раша, как говорят многие в комментариях под постами с открытием нового сервера Барвиха Ролеплей. Но давайте я вам сейчас расскажу, почему бояться еще на самом деле очень рано. Возможно, многие из вас забыли, но сейчас карантин. Ну да, я понимаю, что многие могли это уже забыть, потому что у некоторых родители, тем не менее, ходят уже на работу, смотря где они опять же работают, но у большинства или хотя бы у половины или у четверти или у еще какого-то количества родители уже ходят на работу. Конечно же, школьников все это не касается, потому что школьники там сидят на карантине и все такое. Но, однако, уже сейчас начинаются летние каникулы. И если за время летних каникул Барвиха откроет еще один сервер, то уже тут можно будет как-то более-менее что-то сказать. Но и то, это летние каникулы, да еще и в карантин. Я не знаю, там уберут ли какие-то, знаете ли, ограничения, там летом или еще когда-либо. Тем не менее, карантин есть карантин. И сейчас у Блэк Раши там, ну, есть 4000 слотов. И они как-то, ну, не особо так забиваются. А вот у Барвиха есть всего 2650 слотов. И они, вот что я могу сказать, более-менее как-то забиваются. Вот, то есть у Блэк Раши там примерно 2800-3000 человек. А вот у Барвихи, типа, 2650. И, разумеется, чтобы обогнать, нужно открыть еще один сервер. Но забьется ли он? Забьется ли он? Да и тем более, часто открывать сервера, это тоже не особо нормально. И вот тут, знаете, вот все бьются в догадках. А вот обгонит ли Барвиха Блэк Раши ролеплей? А вот, может быть, Блэк Раши что-то предпримет. Там, я не знаю, какую-то рекламную кампанию более удачную приведет. Какую-то, вот, более эффективную как-то развернет. И вот сделает все такое. Потому что Сантропе, это понятно. Ему же многие доверяют. Это уже такой, знаете, сложившийся бренд. Это уже такое, знаете, более-менее сложившееся доверенное лицо, которому игроки доверяют. На которую игроки, вот, могут идти. То есть, чтобы Сантропе в данном случае не открыла. То есть, проект там в КРМП или, допустим, я не знаю, в GTA 5. Это, конечно, будет как-то слишком сумбурно сказано. Тем не менее. То есть, смысл весь в том, что Сантропе доверяет Блэк Раши. Откуда она вообще появилась? И вот это и убьет, наверное, Блэк Рашу. Потому что вот даже сейчас ее уже начинают догонять. Если сейчас... Ой, эти КРМП-проекты уже так заебали. Ну, это просто уже невозможно. Я, блядь, уже вообще просто не могу. Она не возьмется за голову. Не как-то изменит свою более-менее политику. Там что-то еще прочее не сделает. То сможем уже как-то с ней более-менее попрощаться. Ну, не то чтобы попрощаться, а просто Барвиха обгонит. Тем более, там, Мистер Аллен на Барвихе снимает. Это чуть ли не самый популярный, знаете, или мобильный GTA-самп-ютубер, который постоянно ставят в пример. Мол, слушай, вот смотрю, вот у Мистера Аллена ролики, как бы, набирают много просмотров. А у тебя они набирают, ну, знаешь ли, не особо много просмотров. То есть, как ты вот на все это смотришь, как ты на все это реагируешь. А я просто отвечаю, что никак. Мне похуй на Мистера Аллена, мне похуй на Такосамп, сколько у них там, что растет и так далее. И что можно сказать по итогу? Если вот Сантропе продолжит вот так вот нагонять, если быть точнее, то Барвиха, если продолжит так вот нагонять, набирать обороты, и то есть выстреливать каждый раз с открытием нового сервера, то, разумеется, Блэк Раша уйдет на задний план. Но если Блэк Раша как-то более, вот лучше вложится, опять-таки, в эту компанию, чтобы игроки-то вот эти маленькие пришли и вот, так сказать, отдали деньги, начали играть и делать все прочее, только тогда вот можно будет говорить о чем-то таком, знаете, более-менее серьезном. А сейчас, на данный момент, ну, такое себе. То есть сейчас вот ни о чем таком серьезном мы говорить даже, ну, близко не можем. Ну, тут уж извините, никуда не денешься, да? Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Хочу вам напомнить, что я играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP данного сервера в описании. Там же находится мой телекрам-канал. Там на него ссылочка есть, вы можете туда перейти и узнавать обо всей информации практически самым первым, если не вообще первым. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока.